Кандидат физических, физико-математических наук, астрофизик, композитор, писатель. Отдельная реальность 4.2. Часть четвёртая. Часть четвёртая. Часть вторая. Часть вторая, да, пардон. Не то, оговорился. Леонид, кандидат физмат-наук. Отдельная реальность мы сейчас её создали здесь. Создали своими разговорами, переговорами, потому что сама по себе атмосфера совершенно другая стала. Когда мы сейчас пришли, она каким-то образом, ну скажем так, грубо, нагрелась. У меня был такой случай, когда, значит, тоже были очень какие-то интересные такие, ну, полемика шла очень серьёзная, и в конце концов какие-то заумные и умные речи говорили. В результате получилось так, что очень сложно, скажем, стала сама аудитория. Люди стали в состоянии такой, как будто жара какая-то появляется. Это у себя вот так они начали чувствовать. И мне тогда сказали, слушай, Леонид, сыграй композицию одну, и всё сразу успокоится. Я думал, какую сыграть композицию? Думаю, ага, давай холодную композицию сыграй, например, там «Зимняя сказка». И когда она там 3-4 минутки длится, и когда я её сыграл, всё скажем, что какой-то ветерок появился. То есть совершенно другая реальность именно от этого. Почему? Потому что поменялось, пошли вот эти определённые потоки. Здесь вопрос задавали, откуда, да, от тех самых потоков каких-то определённых. Может меняться структура, и мы знаем, что, например, любые там болезни человека можно убирать в тонком плане, а потом будет убираться в физическом, а не наоборот. И это всё доказано. Почему? Потому что это действительно так, но нас повели-то не в ту сторону. Потому что нам сказали так, что, помните, сколько уже там веков назад вопрос стоял о том, что как будем изучать человека по трупу или по-живому? Победили, кто хотят по трупу. Так и осталось всё, потому что мы забыли, что такое тонкие структуры, мы забыли, что такое вообще тонкие структуры человека, земли, пространства. Я об этом уже говорю много-много-много раз, и говорю не голословно, потому что за последнее время, кроме того, что было 20, ещё 10 книг пришло, по которому только по этим книгам я говорю. И там выставилась очень интересная сама по себе ситуация, о которых я, наверное, скажу попозже. А сейчас сыграю одну композицию, совсем новую. То есть она только появилась, она ещё может быть совершенно не установившись, названия нет. Не знаю, как какие-то, скажем, делают композиторы, они называют каким-то таким, знаете, или опус номер 5, это вот обычный такой, или, например, прелюдия. Прелюдия, у нас разные ассоциации с прелюдием возникают, конечно же. Но, скорее всего, это об этом тоже, потому что прелюдия – это что-то перед чем-то, да? И вот, то есть, может быть, не раскрыта сама по себе даже тема и так далее. Но Шопен прекрасно свои гениальные прелюди ставил как бы главу угла своих произведений. Никаких там не было такого, что я что-то вам ещё там расскажу. Да, расскажут, но в другом произведении. Поэтому, может быть, она прелюдия, а может, вы что-то другое скажете. Но хочу вам напомнить, что 23 мая у меня новый концерт, где принципиально другие композиции, принципиально кто был у меня на 4 апреля концерты. Там будут совершенно принципиально другие композиции. Будут там «Бут шестью Голливера», там эти самые, как вы ихли, «Люксембургский концерт». Там много-много такого интересного. И я покажу, как можно с помощью, скажем, обыкновенного инструмента. Видите, я практически стал очень мало себя делать синтезатором на цветовые, цветовые. Всё можно показать. Но интересно другое, что когда ждёт живой звук, вы сами себе создаёте и лазерные эффекты в себе, и, скажем, какие-то бластерные системы цветовые, там, и видео. Всё можно у себя, скажем, в самом сознании всё это включить. И очень часто, если посмотрели, вот я пересылаю сейчас людям свои фрагменты по концерт, очень многие сидят, закрытшие глаза, все женщины плакали почему-то. То есть вот это идёт, наверное, не очищение, а включение с чем-то очень большим, потому что музыка, если такая мощная идёт, то она идёт с очень высоких пластов. А это пласты немножко другие. Это опять-таки не какие-то физические и прочие там какие-то пласты. И вот я композицию вам сыграю, которую мы будем называть её пока «При люди». Это будет Голос-Приюнг 12, как в прошлый раз, на белом рояле, который единственный в мире, потому что у него, настроен он сейчас в единственном мире рояле на 432 Гц, совершенно звучание фантастическое, безусловно, и это будет очень интересный концерт. Голос-Приюнг 12, как в прошлый раз. Голос-Приюнг 12, как в прошлый раз, на белом рояле на 532 Гц, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой сейчас у меня мир. И то, что я вам показал, это как раз то, о чем я сейчас, может быть, мыслю, что-то говорю, задает себе какую-то определенную реальность, другая реальность. Вы не видите здесь никаких, можно сказать, особых проблем, потому что, оказывается, можно отойти от этих проблем. Вы не видите никаких сложных здесь каких-то катаклизмов. Их тоже можно убрать из своего сознания. Когда мы убираем из своего сознания, вот тогда ты создаешь как бы свое. Очень четко у нас показали, что было такое первое яйцо. Откуда-то первое яйцо мы исходим. Да возьмите то же самое, даже то же самое семья, как я говорю, например, что желточка – это ребенок, может, там десятки детей, не имеет значения. Белочек – это мама, которая обволакивает это все, и папа – это скорлупочка. Но разбейте это яйцо и оставьте где-нибудь, не там, где надо, оно протухнет. Поэтому единственная вот эта, скажем, точка отчета, вообще-то говоря, это вот эта семья. То же самое и земля также, она может тоже представлена быть этим. И вообще это очень интересная сама аналогия. Но самое интересное, что сам человек, он может создать такой себе мир, который не будет давать никаких вот этих, знаете, всплесков от внешних ударов как таковых. То есть он может быть закрыт. А я вам говорил о том, что действительно в прошлый раз, скажем, у нас не было на этом, я повторю немножечко о том, что я в свое время познакомился с очень интересным исследователем и хирургом, который Вальцев. И мы пытались через очень высоких людей создать, скажем, вот его так называемую теорию, которую он тогда 30 лет человек делал, опираться на мозг, потому что совсем не знаем его, как и говорит Бекфирь, вот тоже, кстати. И он говорит, что я создал принципиально другое, бренпьютер. Что такое бренпьютер? Это мозговой компьютер. Настолько интересно сама по себе. И он говорил о том, что если, например, не решается вопрос у нас о чем-то мозгу, то клетки мозга полностью умирают. Не просто выключаются, они умирают. И когда решается этот вопрос, то клетки заново появляются. Есть люди, которые вообще не имеют мозга, они тоже живут. Это тоже очень странно. Потом у меня, например, был случай, когда мне рассказывали, что у человека после определенных таких непонятных, там, пяти разных диагнозов, которые никак не могли врачи искать, они говорят, а вы знаете, у него не осталось белого вещества. А белое вещество, что это такое? Это основная мужская часть мозга, который работает очень серьезно. А потом оказалось, что человек спокойно помнит все. Помнит все очень интересно. И помнит все свои старые, 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 детские, не детские, там, разные события, не имея белого вещества. Тогда что такое вообще мозг? И кто там чего работает? Что может быть совершенно это другое? И вот я очень часто говорю на своих выступлениях, хотел сказать концертах, и концертах тоже, чем-то, говорю о том, что здесь надо понимать, понимать вот эту точку отсчета. Потому что, ну, есть в Библии, да, шесть дней создавали, создали на шестой день человека, на восьмой день создали Адама и Еву и всех прочих. То есть, получается, что у нас тут и тут человечество, и тут человечество. Но самое главное, что нигде вот в этих самых сказаниях, там, такого древности, нет еще более древних, которые просочились сюда это. Что действительно сюда было, скажем так, пришло другое человечество. Да, есть описания какие-то, может быть, спекуляции разные и так далее. Но я вот сейчас только, как бы, в книгах у меня пришло о том, что действительно все было в очень других мерностях, как таковых. И Земля это была первичность какая-то определенной другой совершенно мерности. Да, к ней уже притягивались разные силы, потому что я говорил, все архангелы, ангелы, откуда все это, откуда темные силы, откуда все. Они были, да, они уже создали. И получалось, что, я часто, так сказать, говорил о том, что в следующий раз я это расскажу, о том, что действительно Земля была захвачена какими-то определенными силами. И она стала управляться этими силами. Вот когда прибыло еще одно человечество, это еще до библейских человечек, которые там создали, еще до всего этого, когда прибыло еще одно человечество, то представь, стало очень сильное, вот это, титаномахи, все, вот, в прошлый раз я говорил, там четыре разные катаклизма были. Апокалипсис, титаномахи, сейчас, наверное, не буду повторять, если кто-то слышал, можете посмотреть на ютубе, который был в записи. И потом было 17 век и 19 век, такие катаклизмы, что сейчас, если, например, вы посмотрите, что там действительно менялось и пространство Земли, и появлялись, скажем, там Африка совершенно другая стала, это совершенно другое стало. То есть настолько все поменялось, даже само пространство. И я потом в конце сказал такой вывод в прошлый раз о том, что, может быть, действительно это какая-то определенная, знаете, игра в лего, грубо говоря, игра вот во все вот эти, знаете, сложные какие-то вещи, которые не могут так сразу все исчезнуть или появиться и так далее. Здесь что-то такое другое, которое может менять не только само пространство, но оно может менять саму реальность как таковой, и она будет совершенно уже другая реальность. И вот есть по описаниям, что у того человечества оно где-то развивалось. Это не здесь, это не человечество, будем называть его космическим, это не то человечество. У меня в книгах, например, стало о том, что они когда прибыли, то они, скажем так, есть указание, что это где-то вот гора Меру, где вот эти четыре больших там якобы острова на севере, это, скажем, Берборея, это все-все-все-все-все-все можно так брать, но самое интересное, что были, описывались очень серьезные какие-то войны там космические, которые сейчас только какие-то отголосочки идут, но интересно другое, что часть, значит, людей, которые пришли сюда на этих кораблях, там вид Бейтмары, там вид Виманы, как хотите их можете называть, там из совершенно разного масштаба, они остались здесь, остались здесь, но самое интересное, что это были не те люди, которые мы себе представляем. Сейчас у небиблейского характера все вот эти источники, они указывают на каких-то светлых богов, никто не знает, что это, Перун там, Сварок, так далее, что это, а не были эти первые люди, люди, которые прибыли сюда, будем так условно называть, что они были те самыми главными, кто здесь остался. Одни из них, это были специалисты, потому что они могли управлять психиалями, значит, специалистов по, скажем, инженерии какой-то определенной, они могли управлять там, грубо говоря, электричеством, это, которое там связано с атмосферным электричеством, там или с каким-то еще, они управлять могли там водными пространствами были еще, то есть это осталось какое-то. И вот интересно, что у меня в книге написано, что когда они прибыли сюда, то темные силы сами по себе, они очень стали противодействовать, пошли бои очень серьезные на тонких планах. Там, знаете, какие-то интересные описания такие идут, вот это даже не оружие, даже не как назвать это, там, какие-то совершенно уникальные вещи. И вот самое интересное, что они тогда смогли сделать? Они построили храм небесного. У меня даже есть целая, в прошлый раз на концерте, я фрагмент там читал, целая большая такая, ну не поэма, но по крайней мере большое стихотворение, по поводу этого храма небесного, в стихотворной форме, что они построили вот этот тонко структурированный храм небесный, который бы смог охранять эту территорию, даже не территорию, а это пространство, на котором они хотели создавать. Почему они остались? Потому что это были самые сильные из всей этой команды, здесь они остались, и они просто, ну для себя взяли, может, какое-то испытание, они поняли, что здесь происходит, какая здесь борьба. И вот как раз, может быть, когда вот такие были темные силы, сюда приходили на землю другие человечества, но включалась какая-то мощная система, мощнейшая, грубо говоря, генератор. Ну, может, не генератор, а просто какая-то определенная система, ну, те же самые закручивания там, которая моментально делала деградацию любого. Может быть, это одно человечество было, и второе, и третье, но не то, о котором мы сейчас говорим, о библейском, потому что библейском мы сейчас пока еще не касаемся. Мы это не касаемся, это все по-другому, потому что оно было сделано, как человечество искусственное, каким образом? Для того, чтобы противостоять, когда уже ничего не помогало. Но это уже совершенно другие времена. Сейчас мы говорим о очень другом времени прошлого. И вот создали храм, там птицы не долетали до него, там такие, значит, слова, я даже сейчас не могу, скажем, повторить все, что там было написано. Вот в Храме Небесном, в Храме Небесном, был крест животворящий. Потом вы знаете, что, скажем, в католичестве, там, где эти кресты животворящие, там это все опять стало проявляться. Крест животворящий, который, скажем так, соединялся с крестами, которые носили нательные. Сейчас говорят о том, что мы не можем там себе помочь с этими крестами, там, значит, нельзя Иисуса ставить туда, потому что это жертва, и так далее. Тогда нательные кресты. То есть это был какой-то мощный тоже генератор. Они создали тонких энергий. Мы сейчас не говорим о физическом, потому что это мы сейчас здесь живем, в это физическом, но мы знаем, что мы можем жить в совершенно других энергиях, во сне, там, в своих мыслях, там, в создании каких-то, не знаю, образов и так далее. Это был совершенно другой мир. И это не четырехмерный мир, который нам предлагает, что трехмерность плюс один вектор времени, вот четырехмерный. Да нет такого мира, трехмерный. И как я говорил в прошлый раз о том, что само время, оно и прошлое, настоящее будущее одновременно. Поэтому это и все происходит. Но самое интересное, что на тонких мирах нет времени как такового вообще. Ни пространства, ни времени там нет. Там нет вот этих векторов передвижений. Это может происходить одновременно. Я в прошлый раз несколько раз поднимал этот вопрос. Очень сложный вопрос для понятия, уж поверьте. Что это все происходит сейчас, здесь. Вот эти все события, которые там были и так далее, они тоже происходят здесь. И вот сейчас говорят о том, что чтобы здесь успокоить на земле сейчас что-то, нас началось, чтобы там успокоилось. Потому что там это все началось еще более, ну скажем так, очень более сильное, что ли. Почему? Потому что наши дарни катаклизмы, вот эти все напряжения, скажем, и действия и так далее, пока там не успокоятся, пока там не договорятся об этом, что мы делаем в свое время своего рода успокоение на самой земле, здесь ничего не успокоится. Поэтому и обращаются туда, просят туда. Это здесь целая большая, конечно, система. И вот когда они создали вот этот кресло творящий и храм небесный, то здесь получалось так, что его начали сбивать. Очень сильно сбивали, потому что нужно было убрать эту систему. А она работала, эта система. Но самое интересное другое, что опять в книгах у меня, например, там летописи, а там написано древнерусским языком таким, я им не обладаю, поверьте. Значит, какие-то определенные люди, которые знали вот эти волховские какие-то знания и так далее, они немножко, скажем так, бросили сюда информацию, совсем немножечко, можно сказать. Оказалось, что вот это, скажем, их потомки, а они были огромные сами по себе, вот эти первые божественные сущности, они колоссальные были. Мы не знаем, какого размера даже. Их потомки, вот что делалось правильно у Беловой сама теория, что идет уменьшение и размеров, и функций, и всего. Чем занимались темные эти силы? А у нас сейчас, знаете, как бы вот это нам внедрили такое, дуализм, да, черное, белое и так далее. Вот древнерусские, не шахматы, а игра, она была многоплановая, у нее было много фигур. Мне даже один фильм об этом показали. Много фигур, и они идут не просто как шахматы, шахматы, это утрировано. Это утрировано, сделано для, скажем, грубо говоря, библейского человечества, белые и черные, и пошли друг друга бить. На самом деле совершенно другое. И поэтому здесь не надо говорить о том, что это темные силы, а это у нас светлые силы. Как у нас всегда говорят, красные, белые, да, берут, делаются между собой, черные с этими тоже с белыми дерутся и так далее. А здесь совсем другое. Здесь как бы две силы. Вот это два игрока определенных. И я бы, например, мне все время задают вопрос сейчас, и звонят, спрашивают. Ты будешь рассказывать о третьей силе? Я там несколько раз заикался об этом. Я говорю, ну, в принципе, третья сила может быть из двух составных, потому что если один вектор у вас идет, а перпендикулярно другой, то результирующим будет как раз третьей силой. И по-видимому, может быть, и у этих светлых есть такой два вектора, которые работают, знаете, как перпендикулярно, да? Третья сила идет как результирующий. И у других. Вот эта третья сила, они с собой очень сильно даже контактируют, сколько конфликтуют очень сильно. Это два мощных тех игрока, которых мы видим как таковы, потому что от них идут определенные действия. Третью силу мы не видим. Я сейчас не буду говорить о том, что третья сила существует на Земле, определенная на всех вот этих событиях, которые у нас сейчас происходят. Там, понимаете, какая ситуация интересная, что их потомки решили прийти на Землю, их детишки. Они говорят, мы хотим пойти туда, потому что уже более плотное все происходило. Очень сильно плотность увеличилась, потому что именно в чем заключалось это оружие. Оружие, скажем, уничтожения тонких вот этих энергий, больших вот этих сущностей. В уменьшении, в уплотнении. Вот сейчас мы тоже уплотнились не просто так. Это тоже та самая деградация. Вот эта самая система деградации, это идет именно уплотнение. А посмотрите, дальше мы можем стать, в плоскость можно превратиться. Понимаете? В точку можно превратиться. Почему нет? Почему тень, это же деградация, фактически получается, она плоская? И в точку, и в линию, пожалуйста. Есть такие, скажем, и сущности, которые я прошла, что я говорю, поднимал в вопрос. Но здесь интересно, что когда вот это, детишки их, грубо говоря, там очень язык интересный. Они как бы вот настолько мощные вот этой силой их, то они как бы очень хорошо ко всему относятся. То есть они как бы детки наши малые. Есть какие-то определенные у нас отголоски. Помните, Порфирий Иванов, детка, детка, детка. Когда я писал музыку о Порфирий Иванов своем, там в одном фильме. И они ушли туда. И вот тогда началась вот эта, ну скажем таки, катавасия буквально. Почему? Потому что пошла борьба очень сильная уже на самой земле. Они стали разрушать. Огромное количество было разрушений. По строению, был построен Асгард первый, грубо говоря, там Асгард следующий. То есть постоянно шли какие-то, скажем, созидания и разрушения. Ну да, две эти силы. Две силы на каком-то огромном поле, который стал на вот это самое поле, которое, как говорят, земля это вообще игровое поле каких-то определенных сил. И вот в результате получается, что огромное количество вот этих конфликтов, они там все время описываются. Понимаете, потом детки строят свои города красивые, строят свою жизнь, сеют там, передаются им, вот эти божественные силы, им передают свои знания. Вот эти знания, которые у нас сейчас говорят о том, что это божественные знания, которые передаются сюда. Они тоже это передают, и поэтому у нас появилась целая большая культура вот этого нашего космического человечества. Очень большая культура. Потому что если посмотреть по, а это поисследовали, по тех критериям, что такое космическое человечество, и что такое человечество земное, которое появилось только тогда, когда уже все способы обуздать вот этот космический элемент не получалось, тогда создали библейское человечество, которое просто было как копия от того, что на самом деле до этого существовало. То есть это была копия от того, что богов, грубо говоря. Но у них убрали все верхние вот эти центры и оставили только практически нижние и средние. И поэтому пошла вот эта элементарная вещь. Были созданы огромные полчища этих людей. Огромные полчища. И мы сейчас знаем, что были нашествия каких-то этих самых, как бы, турецкие войны. Эти арабские какие-то халифаты постоянно появляются. Уничтожалось все вот на этих территориях, что было связано с космическим человечеством. Постепенно. То есть пошла вот эта определенная одна волна за другой, которые стали убирать само вот это космическое человечество как таковое. Поэтому огромное количество всяких этих самых, как бы, нашествий. Огромное количество. С кем они дролить? Да, создание там определенной территории, которую уже убрали. И потом пошло действительно, может быть, все вот эти катаклизмы, они, как вот я говорил раньше, о том, что сами по себе катаклизмы, они не от того, что, может быть, здесь плохое, плохие энергии. Бывает, что при плохих энергиях идут какие-то там землетрясения. А может, наоборот, землетрясения. Это от того, что сами плохие энергии, они скапливаются здесь, а стихиалия, которая управляет, это что это такое? Это мыслящая планета. Я уже говорил об этом много раз, но я думаю, что она контролирует, или там стихиалия контролирует так, чтобы мы могли здесь сделать поток, чтобы ты успокоилась. Или там сделать землетрясение, чтобы здесь тоже они успокоились. И вот эта точка такая, которая, скажем, такая точка бифулкации появляется, потому что или ты туда пойдешь, или сюда. Вот тебе надо показать эту точку все же. И вот таким образом, может быть, и есть все эти процессы. Я думаю, что в следующий раз я продолжу. Спасибо вам, что вышло. Спасибо. А не наоборот. С удовольствием, с удовольствием. По вопросам я очень люблю. Вопрос очень серьезный. Минтез общения. Это насколько мы вот общаемся, моно, друг друга понимаем, взаимопонимание. И насколько это целостно, ну скажем, в том случае, что обязательно через баталию, обязательно неприязнь, обязательно какие-то критерии в общении. Ведь можно всегда договориться, найти взаимопонимание. Взаимовыгоду. Я понял, да. Да, я понял. Смотрите, здесь интересно, что вот в этих наших древних источниках есть такое, что космическое человечество, оно же обладало очень большим набором вот этого духовного развития как таковое. Что у нас в генах и осталось? Потому что гены одного и другого, когда они соединяются равно, скажем, там, ассимиляция идет страшнейшая. Сейчас нет ни одного человека, который сказал, вот он такой, а этот конкретно другой. Нет, все ассимилируются. Для этого нужно было нашествия. Посмотрите, что первым долгом делали, скажем, те, кто нашествия делали, производили. Они брали наложницы, они брали женщины, они меняли кровь. Есть право первой ночи. Там чего только не придумывали. Посмотрите, какая колоссальная штука. То есть все это ассимилировалось. Но оказалось, что в самой системе, там, космического человечества, это и есть развитие своих духовных, душевных качеств. Это и есть развитие своего тела, там, развитие своих тонких структур, то есть своих тонких тел. Это добро, свет и так далее в своем сознании. Это и есть, скажем, состояние постоянного какого-то творчества, прорывных каких-то интересных идей, потому что это все идет развитие и сверхразвитие. Если посмотреть земное человечество, это ложь, это, скажем так, злость, это огромное количество таких вот, я не хочу даже называть эти самые определенные критерии. И вы знаете, я в своей книге написал о том, что тот самый Гитлер выдавал себя за арийское, вот это космическое человечество. Если посмотреть, я поставил все вот эти критерии, которые у него был захват власти, то есть это определенные критерии вот этого сверхсвоего жадности, грубо говоря, это все у этого человечества, которое мы называем, там, скажем, не космическое. Огромное количество вот этих самых, они сами по себе, мне сейчас трудно договариваться на этом уровне, поэтому сейчас и происходит вот этот конфликт между космическим и вот этим человечеством, которое пытается сейчас, но не космическое человечество, управляемо очень серьезно третьей силой. Не буду сейчас расшифровывать, какая третья сила, там не так все просто. И это действительно в каких-то определенных источниках уже много-много раз спекулировалось, говорилось и так далее, но результат получается так, что сама Земля сейчас продолжает быть управляемой силами, которой она и управлялась, но силы постоянно меняются. И вот сейчас есть много, скажем, людей, которые пишут об этих вещах и так далее, и мы просто посмотрели, что эти силы на протяжении даже нашей, там, скажем, жизни, такой небольшой, мы все время это чувствуем. Я сейчас не буду поднимать вопрос, по-видимому, это целая система других докладов, а так, в принципе, трудно договариваться, в том-то и дело. Поэтому, когда работает вот эта генная система космического человека, которая у всех есть, не национальности это было придумано, это не другое совсем, это не совершенно другое. Это потом уже нужно было внедрить все национальности как таковые, а было просто человечество. И тут не нужно говорить о том, что это плохой там человек, это нехороший человек, там, потому что другая национальность. Нет, не в этом дело. А дело в том, что это гены есть у всех и тех, и других, то есть и плюсы, и минусы, и черных, и белых. И поэтому мы всегда можем договориться на критериях более высоких, чем более низких. То есть мы не на критерии страха, не на критерии, скажем, там, ужаса какого-то, не на критерии управляемости какой-то определенной, а на критерии добра, света, как мы сейчас говорим, да вот туда, пожалуйста, идите с нами. Идите с нами, мы там с вами договоримся. А там, конечно, все эти другие вибрации, другие силы. Прошу, Андрей. Сейчас я... Андрей, не, Андрей, пускай скажешь, что-то... Да, значит, ну, один вопрос такой. Вот вы говорили о до-библейском человечестве, а может, это было гуманоидство, ну, то есть это не млекопитающие люди, а может быть, какие-то другие формы гуманоидов, вот... В том числе... А другие были... Самоденности мансиковые или рентгенальные. Да, мы не знаем, потому что это другая мерность, и это не вот этот физический план, и совсем другой. А, другая параллельная. Конечно, конечно. И попутно, значит, другой вопрос. Вот это до-библейское человечество, вот по вашим оценкам, в какие временные рамки жила? Никто не знает. Потому что, если посмотреть, тут даются от миллиарда лет, да, до, там, тысячи лет. Нет, не знаю. Нет, у меня есть оценочные данные, но это отдельный вопрос. Это здорово, да. Ну, просто я хочу другое сказать, что здесь не того, что где-то когда-то это появилось, а это получается так, что в моей книге, например, что это на причине огромного количества времени. А какое? Я написал, что это полтора-два миллиона, например, да, это появилось. Это, потому что, ну, к нашему времени. А на само то человечество, о котором мы там говорим, Адам и Еву, я про это говорю, не обязательно там то, что библейское, не библейское, вот от чего-то, да. Но почему-то просочилась очень непонятная такая, скажем, сама по себе информация о том, что первой женой Адама была Лилит. А Лилит уже это совсем другое. И даже есть картина 15 века Дюрера, где он показывает, да, может быть, это провокации специально, да, а может, наоборот, как раз было создано что-то здесь на самом противовес вот этому светлому и сильному. Кто знает. Вот они как раз, может быть, и есть те самые продолжения не гуманоидов, а именно вот этих самых, ну, грубо говоря, таких сейчас разных. О предыдущей генерации, предыдущего человечества. Да. Так, у меня вопрос у нас все равно у плана. Было, как бы, заявлено, что планета живая, обладает сознанием, обладает... Не отпускает. Это тонкими чувствами материи, вот... Вот это у меня и говорится. ...взаимоотношениями. Вот, почему человек на самом высоком уровне своего сознания не может договориться с планетой о том, чтобы действительно начать вот сотрудничество, прогрессию... Я понял, да. Нет. Просто есть определенный язык, а я, например, в своей книге пишу, что этот язык, единственное, что это музыка, потому что это не из... не те слова, которые мы можем сказать, а через вот эти вибрации определенные, да, можно. Почему говорят, что можно остановить там войну с каким-то концертом или что-то еще. Это не просто так, это еще в свое время там Людвиг II, король Баварии. Я просто был вот в этих местах, этот самый Ноншвенштайн, вот этот красивый дворец, который там, вот там около Мюнхена. Ему сказали, что чего будем делать, у нас австрийцы напали на нашу границу. Он говорит, два этих самых духовых оркестров. Говорит, как два духовых? Да, ставьте туда и останавливайте. Понимаете, здесь другое. И вот в свое время Хазрат и Найадхан, я об этом говорил, это был суфист из Индии, он приехал к Скрябину, передал всю эту идею Скрябину о том, что создать надо мистерию. Ну, хорошо, я закончил все то, что там Скрябин не успел сделать, все это я сделал. И он писал, вернее, он писал, что даже это исполнение должно быть тогда, когда начнутся катаклизмы, поэтому надо выровнять музыку. Почему я его каждый раз играю? Музыка, надо выровнять вот это пространство, которое, скажем, уже валится там в апокалипсис очередной. То же самое здесь. Если мы начнем говорить о том, что действительно вот этот язык не человеческого характера, а творческого характера, вот это разговор с планетой. Это можно остановить, с ней можно разговаривать. Вот в своих книгах я пишу, что да, поэтому и можно, скажем там, я бы даже предлагал сейчас на Алтае сделать огромный концерт такой, даже не для людей, а для пространства, чтобы можно было каким-то образом поговорить и сказать. Ну, в Алтае пытаюсь я найти тех людей, которые... Алтай. Алтай там, скорее всего, около Белухи. Скорее всего, ну, там, где Беловодик. Ну, в Тюнгуре, что ли, где? А? В Тюнгуре, где? В самом, это самое, пространстве, где, это самое, ну, где, ну, где Беловодик, грубо говоря, там. Ну, Беловодик. Да, 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 да. Ну, просто на пространстве, вот. Со световыми эффектами со стороны, скажем, света неба, свет звезд, ну, опять-таки, всех вот, то есть, без всяких эффектов и так далее, сделать вот этот обыкновенный рояль, даже не нужно, скажем, А это идет в сторону Белухи, так уже не разрешили, уже один раз был такой несчастный разрешение. В свое время мы, Царство Небесного Черноброва, мы с ним дружили, и все его знаете прекрасно, мы с ним хотели сделать выступление в Краснодарском крае, там, где огромное количество появляется... Круги. Круги. Нам не дали. Он потом скончался, и потом мне с телевидением приходили, а что вы говорите одно, а не можете это сделать? Там встали вот так вот горой, мы не дадим это делать. А мы хотели что сделать? Именно там выступление, где эти круги, и когда начнутся появляться круги, сделать именно вот это. Пустить этот информационный всплеск, и посмотрим, что будет после этого. Ну, вспомните фильм этого... Контакты четвертого рода, да? А ничего не музыку... Я вообще и не музыку... Все, спасибо. 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 Спасибо.